Всем привет ребята! Сегодня в обзоре МХ-1357 премтехника 7 уровня полевая модернизация и по комплектации сейчас пройдемся так, первое давайте оборудование что стоит? Вот эта вот оборудка стоит в основном для реализации его барабана на 8 снарядов вентиль, стабилизатор то есть все на стабилизацию оружие стреляет очень быстро, но не успевает перезаряжаться между выстрелами точность, точность так себе поэтому вот это на барабан реализацию вторая комплектация это если у вас там девятка бросает или такие прям карты светляковые вот это под светлячный режимчик просветленка маскировка и турбинка командирский поп тут не поставишь потому что его здесь нету на этой технике поэтому вот такая модернизация турбинка нужна чтобы подлететь до кустика побыстрее нормально техника едет с турбиночкой поэтому вот это для светляка вторая по снаряжению то первое что второе одинаковое я здесь не пользуюсь доп.байком то есть тоже пойдет фарм если я играю на этой технике все переходим к полевой модернизации к экопажу как вы видите третий перк переходим к полевой модернизации что здесь первое смотрите плюс два километра скорости вперед я все же мы теряем три мощности двигателя я все же вам рекомендую это я поставил перед перед обзором еще раз проверить удостовериться как говорится точно вам сказать все же рекомендую вам ставить вот это вот потому что техника набирает скорость довольно-таки гала поэтому нужно вот этот режим ставить следующее поскольку у нас минус три от разброса кругосведения и плюс три к времени заряжания давайте посмотрим огневая мощь от разброса кругосведения если мы поставим получится 0.37 это очень много и он и так недостаточно не точнее на дальние дистанции поэтому а что теряем теряем секунду 15 19 16 13 секунду всего лишь секунду в заряде барабана это это мало поэтому ставим вот этот на точность разброса кругосведения все здесь уходим на следующий последний модуль здесь мы ставили плюс 3 к максимальной скорости назад да потеряли мы таран время оглушения защите экипаж от ранения но все же я считаю что нужно ставить на максимальную скорость потому что если вот этот ставить либо вообще не ставить ничего либо этот ничего не ставить потому что вот этот смотрите у нас минус три что мы какая у нас динамика назад нас динамика назад видите она практически падает ну вот там это маловато это при том что сейчас это режим который включу это с турбинкой по моему ключи нам сейчас я выйду посмотрю на турбинка стоит тут видите а вот если на вот этот перейти без турбинки смотрите без турбинки уже у нас совсем другая мобильность вот она мы выставляем 20 ну это вообще мало поэтому этот режим стальной вот этот модуль выбираем для лучшего геймплея все здесь это все нам когда вы все качаете нам даст плюс 3 процента скорости поворота ходовой и все так же не забываем когда все это вкачиваем не забываем ставить галочку для ускорения обучения экипажа чтобы экипаж развивался равномерно все ребят всем спасибо надеюсь видео вам станет полезным и пригодится увидимся